В лепени Светлогорска значит 60-годовый юбилей. В свой час этот город створался не только как буйный промысловый центр. Архитекторы мкнулись до того, чтобы он был максимально комфортным для жизни. Особенности строительства Светлогорска в материале наших корреспондентов. Первые поселения на территории современного Светлогорска датуются еще шестым годом. В середине 16-го он виден как населенный пункт Шатиленский остров. Свою сучасную назву город отрымал 29 липеня 1961 года, коли был подписанный отповедный указ Президуума Верховного Совета БССР. Назва повинна была символизовать светлое житцо белорусского полеса. Анатоль Рашатилов на посаде головного архитектора с пропынками працавал с 78-го до 2011 года. Лишит, что решение будавать город микрорайонами было самым оптимальным. Дешевле обходится чем-то сказать. Эти улицы надо освещать. Удлиненные коммуникации. А так это, понимаете, такая, если можно так выразиться, групповая застройка. Все в радиусе пешеходной доступности. Живой мне нравится, так сказать. Ну, знаете, у каждого города свой, так сказать, есть генетический код. Наверное, как говорится, надо свой город, наверное, все-таки его за что-то любить. Может, за тех добрых людей, за таких где-то, может, где-то и смелых, и в то же время, ну, спокойных, наверное. Даже с початку, светлогорские микрорайоны имели только личбовые назвы. Алипоты, мясовое керовниство вырешило дать им особистые имены. У нас был микрорайон номер 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Ну, а потом, так сказать, мы решили, ну, некрасиво вроде бы, как. Давайте дадим каждому микрорайон название. Ну, первый. Решили его знать, как революция 17-го года, так и решили назвать это. И микрорайон, Октябрьский. Второй там назвали. Как раз был праздник, где-то какой-то был, по-моему, 100-летие, с дня рождения Ленина. Ага, да, вот так что-то назвали. Первомайский его. Первомай. Ну, и так. Ага, третий, самый большой. Молодежи много было. Детские садики, школы. Назвали его молодежные. Вот, четвертый, так сказать, там тоже был какой-то у нас юбилей. Ну, и так вот поназывали, так сказать. Ну, я помню, предложил шатилки наши, так сказать, оставить ему название. Хоть память об этом населенном пункте, об этой деревне. Микрорайон шатилки иснуе и зараз. 60 года у тому первые светлогорские жилые дамы почали будавать побачь звездка, якая имела такую назву. Гэтые будынки захавалися до нашего часу. Сегодня у городе проживают каля 65 тысяч человек. Гэта амаль у шесть разов больше, чем было угодно данное населенному пункту статуса города. Нельзя сказать, что у демографичном плане тут нема проблем. Быучаск, каля колькасть жахару перевышала 70 тысяч. Але у будущиню светлогорцы глядять с оптимизмом и мкнуться за усет двертаться додому. Уезжаем, например, в гости, к примеру, в другой город. Там очень суматошно, там далеко куда-то добираться. А у нас все шаговая доступность. Все очень компактно расположено и очень хорошо. Олег Сенсеров, Ольга Коновалова, Евген Макенко, телерадиокомпания «Гомель» со Светлогорска.